Сегодня на территории региона зарегистрировано почти 1900 субъектов предпринимательской деятельности, из них 1296 – индивидуальные предприниматели. В преддверии недели предпринимательства мы начинаем серию репортажей о самых успешных бизнесменах Ненецкого округа. Есть среди них и те, кто начал свой бизнес в 90-е годы, но несмотря на тяжкие времена, смог не только удержаться на плаву, но и приумножить свой бизнес. С одним из таких пообщалась наша съемочная группа. Анатолий Курленко показывает президентский номер гостиницы «Заполярная столица». Этот отель в центре города известный предприниматель приобрел несколько лет назад. «Невзначай спросил у директора Лукойла, Болсон Алексей Иванович, продайте гостиницу». Он такой, а ты купишь, что я куплю. Не, серьезно купишь? Куплю. Пиши документы, пиши письмо. Все, написал письмо и в течение года и трех месяцев согласования всех структур Лукойла было принято решение о продаже. На момент покупки Анатолий уже был состоявшийся предприниматель. За плечами реконструкция гостиницы «Авантаж». 22 единицы тяжелой техники и более 15 лет коммерческого стажа. На вопрос, как простой парень из небогатой многодетной семьи смог добиться такого успеха, Анатолий Курленко отвечает просто – помогла любовь к труду. «Собирал бутылки по лесу и сдавал их на пункт приема стеклотара. То есть это, если предпринимательство называть, то это 8-9 лет я занимался такими вещами». «Очень нравились труды в школе. Потом перешел, закончил училище, перешел работать в предприятии. И, ну, какую-то цель для себя ставил, чтобы быть не хуже, чем другие, работать, скажем, достичь какой-то непосредственной цели. Вот. И, конечно, от этого и проявлялся такой, скажем, трудоголик Анатолий, который никогда… «Надо, значит, надо, да? Необходимость». «Да, то есть вопрос никогда не стоял во времени, то есть надо и все». Как признается хозяин Заполярной столицы, такого успеха он добился благодаря поддержке любимой жены Оксаны. Она его правая рука не только в семье, но и в бизнесе. «Люди на мне. Люди однозначно это на мне. Да, он даже и не принимает ни резюме, ничего. Но это отдельная история. С опытом немножечко начинаешь людей читать, что называется, психологию какую-то понимать». Кроме персонала Оксана Георгиевна отвечает и за хозяйственную часть. Обеспечивает гостям комфортные условия. Помогает вести бизнес и дети. Их у Анатолия Григорьевича трое. «Дети начинали работать на монтаже с официантов, поварами, грузчиками. Прошли, скажем…» «Им нравится?» «Да, им нравится, да. В этом году они работали у нас в Заполярной столице помощниками поваров. Готовили завтраки, выдавали завтраки». «Ну, старше». «Да, старше, само собой, Григорьевича. И как бы они с удовольствием…» «С удовольствием, подъем в пять утра, спокойно это воспринимался, да». Вот такие они люди бизнеса. Рано встают, поздно ложатся, работают, не жалея себя. «Легко никогда не будет, ниши очень скользкие, начинать всегда очень легко. То есть есть идея, зарядился, пошел, но когда ты спотыкаешься один раз, два и три, то есть желание, конечно, бросить. Но переболеть это желание нужно обязательно и двигаться дальше. Иначе, упав, то не поднимешься. Как обычно, бесплатно, малый и средний бизнес, а выход платный». Несмотря на ряд трудностей, которые возникают в работе любого бизнесмена, Анатолий Курленко – оптимист, который успевает за 24 часа в сутки быть не только хорошим мужем, заботливым отцом, успешным бизнесменом, но и общественным деятелем. Он готов поделиться ценным советом с начинающими предпринимателями, устроит благотворительный праздник для детей из детского дома или школы-интерната. В общем, жить не только для себя, но и окружающих. Впереди у него большие планы.